Привет! Добро пожаловать обратно на мой канал! Если вы впервые на моем канале, меня зовут Антон, и я очень-очень рад, что вы зашли на мой канал и решили посмотреть мое видео. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, вы сделаете меня супер счастливым. Если вам понравится это видео, не забудьте поставить, так знаете, прям влупить хороший палец вверх, то я вообще просто, наверное, кончу. Я большой любитель покупок в интернете, и сегодня я ввожу новую рубрику на канале, где я не просто показываю, разворачиваю, трясу пакетиками и там баночками, чем-то еще перед камерой, а я любитель таких видео, где люди показывают, как они покупают, что они покупают, и потом, когда приходит продукт, товар, они показывают этот товар тоже на камеру. Поэтому каждый четверг, помимо нового ASMR-видео, у меня будет выходить новое видео с покупками. Может быть, не каждый четверг, а через четверг мы будем снимать видосы по мере поступления посылок в дом. Но сегодня пробный вариант. Напишите, нравится ли вам такой формат или нет. Мне будет очень интересно послушать обратную связь. Ребят, сегодня я решил, почему бы не начать с чего-нибудь прям прикольного. Вы знаете, последние два года Гуччи, Гуччи были просто красной такой линией, шли сквозь всех модных людей, нанизывая на линию Гуччи всех... Окей, ладно, куда-то не туда меня понесло. Гуччи! Посмотрим, что предлагает нам Гуччи, посмотрим, что можно купить на Гуччи, что интересного есть у Гуччи, и, возможно, купим что-нибудь на gucci.com. У меня слова аж мурашки, если честно, идут. Начинаем. Если честно, я первый раз записываю что-то с экрана компьютера, поэтому для меня это будет прямо новое-новое-новое, но будет интересно попробовать. Знаете, эволюционируем, назовем это так. Проходим мы на gucci.com, и мне просто интересно, что у них нового, что... Окей, я не знаю, хватит ли мне... Достаточно ли мои яйца стальные надеть вот такой на яичник, но тема прикольная. Посмотри, Shop the Look, что за лук. Вот они, окей. Нет-нет, я хочу вот этот вот, не со стразами, а с этими... Это с гвоздями. Окей. Ага, нету, смотрите, и нету у них этого на яичника. А если посмотр... Ох, вы только посмотрите, какой Микки Маус. Три с половиной тысячи евро. Маус топ-хендл. Они что, серьезно? Три с... А что это вообще? А что... Это сумка! Я так понимаю, она из платья... Окей. Не, на самом деле выглядит... Выглядит достаточно... Воу. Окей, я вижу тебя, Микки Маус. Достаточно прикольно. Но мне интересно, сколько стоит кожаный на яичник. Вот здесь есть один, и мне просто интересно, сколько он стоит. Окей, вполне возможно, что такая тема, это даже не для каждого. Бывают только вещи только для фэшн-шоу, которые даже, возможно, не продаются, по крайней мере, онлайн. И, ну, интересно. Окей, Микки Маус, это была тема. Посмотрим, что-нибудь женское. Давайте посмотрим платье. Посмотрим, что у нас есть. Прикольно... Ох! Пять с половиной тысяч! Я не знаю, как реагировать вот на такое... Уф! Я понимаю, это шелк, я понимаю, это кучи. Некоторые вещи мне очень бывает сложно переварить. Две тысячи семьсот за шерстяное платье с леопардовым принтом. Интересная тема у гучи сейчас. Ты не можешь понять, что и как это носить, Но выглядит все настолько странно, настолько ретро, настолько прикольно, но конфузит. Вы знаете, прикольно заходить в магазин гучи, где-нибудь на Монте Наполеона, полюбоваться, как в музее, на вещи, но к реальной жизни это сложно применить. Сложно достаточно применить. Хотя вот, например, платьишко ничего. Две тысячи шестьсот. Всего две тысячи шестьсот. С бантиком написано. Твидовое платье с бантиком. Так, платье. Ладно, платье, наверное, закончили мы платье. Посмотрим, знаете, что? Ready to wear. Готовая одежда, да? Давайте посмотрим, сколько всего. Active wear. Спортивная одежда. Какие кимоно! 980 евро. И вот ваше кимоно. Вы знаете, что мне, если честно, мне понравилось? Вот эта вот вещь на груди. Это не столько даже украшение, сколько... Вау! Прикольно на самом деле. Я немножко боюсь смотреть. О, какие красивые розовые вещи. Джерси дресс... Платье из джерси за две с половиной тысячи. Что скажете, девки? Не интересно, они специально делают такие вещи, которые сложно одеть в реальную жизнь или как? Ну, это, скорее всего, так. Ну, просто не одни же звезды покупают у них это. 790 вот за такие вот шаровары. Интересно. Ох! 2980! 2980 вот за такую вот шикарную кофточку с расшитыми пайетками Gigi. Гуччи. Вау! Не, выглядит круто, выглядит клево. И я бы такое носил. О, вы посмотрите, какой кайф! Манго-принт. Всего 1200. Класс! Давайте посмотрим сумки. Давайте посмотрим все сумки, которые у них есть. 2980. А вот и все 3900. Гуччи-Зуми. Гуччи-Зуми, я так понимаю, это какая-то коллаборация-лимитка. 3900. О, вы посмотрите на эту клубнику. 3400. Обалдеть! Обалдеть! Клубничный принт. Что скажете, девки? Брать? Нет? Не, ну выглядит на самом деле... Не, 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 не знаю, не знаю. Не знаю. Не... Не... О, посмотрите, какие кроссовки, да? Давайте посмотрим фэшн джюлери для мужчин. Окей, для мужчин. Я не думаю, что это для мужчин, но... Triple-wrap snake bracelet with crystals. Тройного обертывания змея с кристаллами за 2500. Посмотрите, какой крест за 590. А вот 590 крест. И вы знаете, и не так дорого, и выглядит достаточно классно. Класс. Не буду спорить, мне прям нравится. Вы только посмотрите, 1200. Это браслет. Я думал, это чокер. О, нет, выглядит неплохо. Конечно, супер непрактично, но выглядит классно. И всего 1200. Смотрите, какая брошка. Вы знаете, что интересное у Gucci есть? У них есть декор. И заходишь на декор, и посмотрим, что у них вообще есть в декоре. Мне очень интересно. Вазочки. Порцелановая коробка с принтом глаза. О, вот это красиво. Что скажете, а? Какая красота. Окей, вот это классно. Вам не кажется, вот эта вот вся инсталляция, вот здесь вот, выглядит здорово. Я так понимаю, поднос из фарфоровых рук. И выглядит это достаточно. Окей, выглядит это эпично. О, вы посмотрите на этот знак Gucci прямо на руках. Я любитель, знаете, я огромный любитель декора для дома. И для меня эта тема прямо-таки моя тема. О, вы посмотрите, какой интересный мистический кот, маленькое блюдце. Не блюдце, а подносик. Например, для ключей или монеток. И 190 евро, это прямо-таки терпимо-терпимо. Даже если это и Gucci. О, боже мой, какая красота. Знаете, вы заходите в магазин в Милане у Gucci, и вот там у них вот эти вот стоят, как называется, свечи за 550 евро. Вот в таких вот красивых фарфоровых контейнерах. И пахнут очень-очень-очень приятно. Да, очень-очень прикольно. Окей, блин. Знаете, вот в такие моменты думаешь, ну почему я не делаю миллион евро в месяц, чтобы я мог заходить и скупать все подряд. Посмотрите, какая интересная тема. Это кот, и туда вставляются вот эти вот палочки для курения. За 170 евро, что очень терпимо и выглядит просто эпично. И это фарфор. А я так понимаю, рядом продавались палочки для курения. Знаете, 60 евро. Очень даже неплохо. Вы посмотрите, какие прикольные палочки. Класс. Мне нравится. И знаете, терпимо по цене. Очень-очень-очень терпимо. Подушки, конечно, шикарные. Но 1400 за подушку с принтом кошки. Это too much, нет? Что скажете? Аааа. Бархатная подушка с Angry Cat Embroider. С бешеным котом вышивкой. Очень классно. На самом деле, выглядит красиво. Дорого-дорого-дорого. У меня на это денег нету. Посмотрим, что есть у нас украшения. Возьмем серебряные украшения. Извиняюсь за куранты на заднем фоне, но я живу в центре, и мне жарко, и окно должно быть открыто. Вы посмотрите, какие прикольные колечки из серебра. Я так понимаю, можно составить на каждый палец слово, например, love. Вау, посмотрите, как классно это все выглядит. Классные колечки. И вы знаете, за 390 цена на украшения из серебра у Гуччи очень приемлема. Потому что у Versace и Saint Laurent у них вообще нет ничего из Sterling Silver. Из серебра у них есть только brass, то есть латунь. И латуневые вещи по тем же ценам, что здесь у Гуччи из настоящего серебра. Вы посмотрите, какой крестик за 390 евро. Это классно. А, вот как выглядит, вы посмотрите, вот как выглядят кольца. Вот так выглядят кольца. Знаете, у меня нету моего браслета больше Pandora. По определенным моментам выберем только браслеты. Извиняюсь за куранты, но бьют они очень долго. Реально долго и нудно. Сэкономили бы деньги налогоплательщиков. Вы посмотрите, какие прикольные... Я не любитель вот таких браслетов, которые вот просто как скобка сидят на руке. Хотя прикольно. Сейчас у Гуччи вот эта тема с пантерами, с кошками, с лисами. Очень красиво. И вы посмотрите, какие интересные браслеты у Гуччи. Хотя я не любитель такого плана браслета. Если я ношу браслет, то я люблю браслет, который сидит на руке постоянно, да? Ох, какая красота! Тысяча восемьсот пятьдесят евро за такой браслет от Гуччи, детка. Ох, я так понимаю, это волк. Голова волка. Еще раз посмотрим. Ох, как это классно. О, боже мой. Made in Italy. Класс. Вот это, ох, как он раскрывается. Тысяча восемьсот евро. Это здорово. Вы знаете, я люблю такие маленькие браслетики, которые легко сидят на руке. Что-то вот из такой сеть. Ох, вы посмотрите, вот это браслет. За двести девяносто евро браслет. Вы посмотрите, какая солидная цепочка. И здесь у нас не просто знак Гуччи, а здесь у нас даже маленький череп. О, это, ох. Класс. Вы знаете, я не буду долго думать. И закажу, ношу я Пандору девятнадцатый размер. А так как Пандору надо брать чуть больше, потому что она, она, на ней сидит шармы. То есть, чтобы на нее нанизывать. Поэтому она должна быть чуть больше на сантиметр. Мой размер восемнадцатый. Доставка будет в течение одного-двух дней. Добавим. И чек-аут. Я решил, хочу сегодня что-то купить от Гуччи приемлемое. Гест чек-аут. Так, посмотрим. Так, Италия. Так, он предлагает мне в Италию. Подождите, мне нужно изменить место, страну. Страну, ищем Эстонию. Я сейчас нахожусь в Эстонии. Мне интересно, сколько будет доставка в Эстонии. Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания. Эстонии нету. Берем интернешнл сайт. Значит, получается так, Америка, Европа, Эстонии нету. Прибалтики вообще здесь нету. Берем международный сайт. Jewelry & Watches. Браслеты. И вот мой браслет. Получается у нас так, что браслет нельзя купить, если вы находитесь в стране, в которой Гуччи не шлет. Он мне предлагает только купить браслет в физическом магазине. Найдите магазин недалеко от вас. Так, мне нужно подумать. Хм. Ребят, нашел я другой магазин, который называется Sense. Sense это магазин в Канаде, который продает люкс вещи. Он как Йокс в Европе или Луиза Виа Рома в Европе. И здесь вот у нас есть Search Gucci. И я знаю точно, Sense отправляет вещи по миру. Вы только посмотрите, да. Я знаю, что они точно отправляют вещи по миру. Смотрим аксессуары. Если мы решили на браслет... Дороже браслет, мне все равно денег нет. Поэтому сейчас не будем особо наебываться. И покупаем... Решили браслет. Значит браслет. Jewelry. 390... Окей, мне нужно Гуччи. Мне нужно Гуччи, Гуччи. Браслеты. И смотрим опять-таки Гуччи. Вот опять же я говорил. Saint Laurent. 295 долларов. Евро. И это у нас... Silver. И у нас... Я так понимаю. Это брас... Это латунь. Это не... Не серебро. И мне нужно Гуччи. Посмотрим Гуччи. Окей. Того браслета, который я хотел, нету. Окей, смотрим. 150 евро всего за вот такой браслет от Гуччи. Но для меня это слишком... Окей, я... У меня размыты гендерные восприятия себя самого. Но этот браслет слишком женский. Смотрим другое. Вот это прикольный болтчейн. 290 евро. Гуччи, 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 Гуччи. Вы знаете, меня смущает в этом браслете что? Что слишком много шармов. Раз, два, три. Так, ладно, смотрим, что еще. Вот у нас есть сердечко. А вы знаете, какое сердечко? Я звезда. Silver Star Bracelet. 925-я Sterling Silver Made in Italy. Вот посмотрите, какой... Какая милота, да? Серебряный браслетик со звездочкой. Я понимаю, здесь он показан на девушке. Классные башмаки, конечно, у Гуччи. Ну, 1200 с этими, с камнями. Это, конечно, очень дорого. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Вы знаете, класс. Я думаю, вот такое. Это, конечно, не браслет с черепом, но... И вы знаете, есть мой размер. Я думаю, это знак. Берем. Сейчас смотрим, добавляется ли он нормально. Смотрите. Вот мой аккаунт. У меня уже здесь есть, как клиент. Они меня помнят. Включены доставка, бесплатная доставка из Канады. И включены все налоги. Класс. Чек-аут. Посмотрите, да? В Эстонию высылает бесплатная доставка. И включено все налоги. Потому что, если вы высылаете в Эстонию, и больше 28 евро будет у вас доставка, стоимость товара вас обкладывают налогами. Все. Я покупаю. Ну, все, ребят. Купил я себе браслет от Гуччи. Дождемся, когда его доставят сюда прямо из Канады. Это знаете, как одеть штаны через голову. Да? Ну, ладно. Пускай Гуччи будет из Канады. Я верю Сенс. Я доверяю Сенс. Это один из моих самых любимых магазинов, в которых всегда есть скидки и прочее-прочее. Поэтому норм. Приедет посылка. Я думаю, пойдет дня 3-4-5. Потому что это экспресс-доставка DHL. Но я думаю, из Канады это будет не менее 5 дней. Поэтому вернемся через 5 дней и посмотрим, что мы купили у Гуччи. Привет, ребят. Не прошло. У вас, наверное, прошло. Секунда. У меня не прошло и 4-х дней. Присылает мне сообщение из DHL. DHL Эстония. Что вам идет посылка из Канады. За нее платить ничего не нужно. Просто скиньте нам, что вы купили. Сколько грамм. Я написал, что, наверное, 15 грамм браслет. Я не знаю. Скинул им, где я покупал на Сенс. Я купил этот браслет. Что за браслет. И все такое. То есть все оплаты налогов были включены, включая бесплатную пересылку, трехдневную пересылку из Канады в Эстонию. Ребят, моментально работает. Я думал, что когда мне написали из DHL, что посылка только зарегистрирована в DHL Канада. И сюда она придет, может быть, через неделю. То есть я думал, они как вперед в документацию приходят. Нет, сегодня с утра я только закончил снимать мукбанг. Стук в дверь. Пришел мне курьер. Принес мне мою посылку из Канады. Прямо из авеню Marley Curl. Не знаю, что такое. Привет, мам. Пришло из Квебек. Из Квебека. Канада. Пришло мне, значит, Express Worldwide DHL. Сейчас откроем. И вот так выглядит посылка. Я, когда я смотрел, как отправляют посылки из Гуччи, у них комплиментарная упаковка. То есть они делают подарочную упаковку в любом случае за свой счет. И они отсылают ее вместе с пакетом Гуччи. Все. Здесь же просто высылают запакованную из пакетиками. И, ребята, вот наша замечательная коробка от Гуччи. Извиняюсь. Вот так это будет выглядеть все. Вот так выглядит... Знаете, наверное, слишком много пересвета. О, еще больше пересвета. Вот так выглядит коробка от Гуччи. Кота, когда она приходит из Канады. Вот Сенс. Это этот интернет-магазин, который я обожаю. Который продает только люкс вещи. И который выше 250 евро. Бесплатная пересылка по всему миру. И это сделано в Италии. И это у нас Гуччи. Вы посмотрите, как упаковывают пакетики у Гуччи. Окей, здесь у нас книжечки, которые... И посмотрим, что мы купили за 250. За 250. Ребят, вы посмотрите, какая милота от Гуччи. У нас 925-я проба. Гуси, Гуси, Гючи. Гуччи. И вы посмотрите, какое интересное, легкое, такое маленькое плетение. Я очень боялся, что цепочка будет очень женская. Цепочка достаточно крупная. Мне надо сделать так, чтобы висело Гуччи наружу. Чтобы все, кто видел, понимали, детка... Это Гуччи. И сейчас вернусь. Я не в состоянии застегнуть браслетик у себя на руке один. Поэтому сейчас я подожду, когда ко мне придет мама. Или когда придет мой ассистент. Ребят, вот такая была у меня покупка Гуччи. Видели все? Для меня... Вы знаете, не то, что видели все. Для меня сам интересен вообще сам формат таких видео. Потому что я сам очень люблю смотреть Pink Sparkles. Но у нее немножко другой формат. Она выбирает, покупаем самую дешевую вещь у Гуччи. Покупаем самую дешевую вещь у Сан-Лоран. Покупаем самую дешевую вещь у Версачи. Для меня не столько интересны самые дешевые вещи. Потому что обычно она покупает какую-то ерунду. Типа там у Шанель она купила упаковку из сотни ватных тампонов за 20 долларов. То есть я понимаю, это самая дешевая вещь у Шанель. Но мне, например, это неинтересно. Понимаете? Поэтому у меня будет просто такие вот видео, где я покупаю что-то, выбираю с вами, смотрим ассортимент товаров. Смотрим, что интересного есть, какие новые продукты. И будем покупать, и выбирать вместе, и заказывать, и потом разворачивать. То есть это у меня будет видео. Сам процесс создания такого видео состоит из двух частей. Первая часть мы смотрим магазин, выбираем, что нам нравится, и делаем заказ. И вторую часть покупаем, разворачиваем уже купленный и доставленный товар на камеру. Ребят, у меня такие идеи, как H&M Home, Zara Home, Cartel. Кто не знает, что такое Cartel, это итальянская прикольная фирма, где такое, знаете, среднего класса дизайнерские вещи. Cartel.com. Или, например, Alessia. Это прикольные кухонные товары из Италии, которые тоже очень классно смотрятся. Я хочу... Что вы думаете вообще? Вот у вас есть четыре опции, да? Подумайте, где делать следующую покупку. И напишите вообще, нравится ли вам такой формат видео, где мы не просто разворачиваем что-то, а смотрим ассортимент и делаем покупку вместе. И еще один вопрос. Стоит ли делать пробег, мою реакцию на товар, который представлен в интернет-магазине, подольше? Или то, что я сделал в этом видео и смотрел товары у Gucci, вот в том временном отрезке, как он был в этом видео? Или стоит все-таки порассматривать, повыбирать вещи чуть подольше, познакомиться с ассортиментом чуть подольше? Напишите, мне очень интересно. Это совершенно новый формат. Это покупка, слышишь, реакция даже на то, что продается непосредственно сама покупка и доставка товара. Мне, например, очень нравится. Напишите ваше мнение. 55-й раз говорю, бла-бла-бла. У меня, знаете, у меня когда получаешь что-то, у меня адреналин, и все, что я сейчас хочу, выключить камеру, блин, и надеть этот какого-то браслет на руку. У меня Gucci! У меня Gucci-браслет. У меня Gucci-детка. Со мной шутки плохие. Поэтому немедленно подпишитесь, поставьте палец вверх и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить замечательные видео на моем канале. Подписывайтесь на мой влоговый канал, если вы считаете, что я замечательный блогер, и достоин поддержки. Кнопка стать спонсором прямо внизу. И подписывайтесь на мой инстаграм. Я очень красивый парень, и когда я делюсь своими фотками в инстаграме, тогда я и делюсь. Из-за чего вообще сейчас говорю. Всем спасибо за ваше внимание. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok